Месяц назад мы рассказывали вам историю одной пожилой ставропольчанки. Роковой пожар в одночасье лишил Людмилу Ивановну и дома, и единственного сына. О помощи властей она так и не может дождаться. Вернуть женщине то, что она потеряла, никто не сможет. Но мы решили хоть немного поднять ей настроение и сделать приятный сюрприз. После встречи с Людмилой Ивановной мы не смогли остаться в стороне. И сейчас пойдем к ней в гости узнать, как у нее дела. Разумеется, не с пустыми руками. Мне первая позвонила бывшая соседка, мы жили когда на Пирогово. Олечка позвонила, я говорю, тетя Людочка, вас там по телевизору показывали, где перед меня в интернете, на инстаграме. Я говорю, еще смотрю, смотрю, думаю, о, это ж наша тетя Людочка выступает. Я говорю, ну да, это она выступала. Ну вот, я узнала. Но прошло какое-то время, ну, наверное, неделю после того, как вышла вот программа и появилось все это в интернете, мне позвонили с Сабеса. Позвонила мне Виктория Александровна. Вы сможете завтра прийти к нам? Я говорю, да, конечно, я могу прийти. А что-то случилось? Она говорит, ну, вы знаете, здесь после, ну, наверное, выступления вот этого увидели. Ну, и пересмотрели то, что, ну, признали, что я не потерпевшая, что у меня ничего не случилось. Привезли другое, что меня затопило. Вот. И назначили мне выплату в 27 тысяч. Я от нее отказалась. Я говорю, могу я не брать деньги? Он говорит, да вы что? Я говорю, понимаете, я обращалась не за деньгами. Я хотела, чтобы наше городское управление, наша, ну, не знаю, администрация наша, чтобы услышали просто. Просто я хотела, чтобы мне помогли убрать весь вот этот мусор от пожара. и сделать крышу. Больше ничего мне не надо. Я говорю, я откажусь в пользу того, чтобы мне помогли вывезти вот этот мусор и крышу там сделать. И я говорю, единственное у меня, у меня желание было, чтобы они услышали, хотя бы кто-то поинтересовал, за что тебе надо. Что бы ты хотела? А я хотела, чтобы помогли мне убрать вот это все. И больше ничего мне не надо. Ну, потом позвонила она. Она мне сказала, я позвоню в понедельник. Это была пятница. В понедельник сказала, я позвоню. Вот. Во вторник она мне позвонила. Они все-таки перечислили мне 27 тысяч. 27 тысяч 40 рублей. Они позвонили мне эту помощь. Вот. И она позвонила тому в администрацию. И ей ответили, что администрация Ленинского района, ну, в смысле, не помогает никому. Она говорит, я знаю, что вот в Октябрьском районе помогают людям справиться вот с этим. Ну, как, все равно, что человек в каком-то трансе, в таком, ну, он ходит, можно подумать, как идиот. И не знает, куда голову, кому обратиться и зачем. Тем более, что я никогда в жизни, за какой помощью, никому не обращалась. И для меня это было очень-очень даже как-то, ну, как, типа, стрёмно, как у нас в России говорили. Вот. Что вот просит помощи. Ну, вот это просто по необходимости. Да еще, если бы хоть немножко было бы здоровья, я, может быть, как-нибудь сама бы. Но, ну, не могу сама. Вот так. С вашей помощью мне выплатили 27 тысяч. Ну, и больше ничего пока. Я хотела, чтобы до зимы вывезли, ну, помогли вывезти. Сама-то я не вывезу вот этот мусор от пожара. Я бы очень хотела. Ну, ну, не знаю, как они с вами. И крыши там совсем немного, господи. Для добрых дел не нужен повод. Наверняка у вас есть близкие, соседи или знакомые в тяжелой жизненной ситуации. Постарайтесь им помочь, ведь добро всегда возвращается. Если вы хотите помочь Людмиле Ивановне продуктами или необходимыми вещами, то оставляем вам ее контакты в описании.